Здравствуйте, дорогие саровщане! В рамках цикла передач «На самом деле» мы планируем встретиться с рядом экспертов и поговорить о насущных вопросах, которые волнуют всех горожан. В качестве ведущих выступит Алексей Волгин, газета «Голос Сарова», и я, Сергей Кувукин, известный широкому кругу читателей как Мартин, «Колючий Саров». Сегодня у нас присутствует студия глава администрации Валерий Димитров. он выступит экспертом по вопросу бесплатной земли. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и давайте поговорим о бесплатной земле, наверное. Есть такая в Сарове или нет? Вопрос очень емкий, если его ставить так. Мне кажется, надо уточнить, бесплатная земля под что? Под строительство. Под строительство жилья? Наверное, эта тема больше всего волнует. Давайте, может быть, сначала скажем не о бесплатной земле по строительству, а есть ли вообще земля по строительству в Сарове? Ну, строят же. Ну, вообще, надо сказать, что Саров, в отличие от многих городов в Российской Федерации, развивается по генеральному плану. И генеральный план, который еще у нас имеет свои истоки, время его создания, 73-й год, в общем, он так полномерно исполняется. И, в принципе, мы подошли к ситуации, когда больших земельных участков под строительство жилья, ну, фактически, уже нет. Создатели генерального плана предполагали эту ситуацию? Конечно, конечно. Поэтому и в генеральном плане были предусмотрены так называемые северные территории. Мы очень активно эту работу начали проводить еще с 2009 года, когда первичные обращения мы направили и губернатору Нижегородской области, и руководителю Республики Мордовия. Мы получили все необходимые решения, все необходимые. А там не только решения первых лиц регионов, но это еще и решения законодательных органов власти, субъектов. Но я тут не сомневаюсь, что, собственно, вся работа была проделана. Хотелось бы понять, что на текущий момент происходит. С 2012 года документы находятся в корпорации «Росатом», так как такое решение по закрытым территориям должна согласовывать корпорация. И до настоящего времени нет решения о присоединении. Почему? По разным причинам. Официального ответа у нас тоже нет, но есть разные причины. Одна из них, если это открытая территория, то что делать с колючей проволокой? То есть переносить ли ее или не переносить? Вот буквально до прошлого года, когда вышли изменения в инструкцию, режим об особом порядке, там появились такие зоны, как зона А, зона Б. Собственно, эта инструкция дает ответ на вопрос, что у города Сарова могут быть территории за пределами и не обнесенные колючей проволокой. Собственно, я очень надеюсь, что ответ на этот вопрос ускорит принятие решения по присоединению северных территорий. Окончательное там слово за президентом, да? Окончательно границы за то утверждает президент. То есть должен появиться указ президента. Вот, собственно, такая процедура. То есть если бы это был обычный городской округ, то решение о присоединении таких территорий было бы принято очень-очень быстро. Но так как, еще раз подчеркну, что мы живем в рамках закона АЗАТО и соответствующих нормативных правил в отношении режима, в отношении АЗАТО, то вот в данном случае есть такие ограничения. Ну хорошо, я вот как обыватель скажу, я выхожу на улицу, смотрю, есть какие-то, допустим, скверы, пришедшие в упадок, есть какие-то лесные массивы. Почему это все вот дело не вырубить и там не начать строительство? Очень опасная тенденция, если начать застраивать территории, которые для этого не предусмотрены. А почему они не предусмотрены? Ну вот смотрите, если мы говорим про сквер, то в соответствии с городским планированием, опять же возвращаясь к генеральному плану, должны быть не только жилые дома, но должна быть комфортная среда для проживания. И люди, которые проектируют, которые понимают в городостроительстве, они эти нормативы четко выстраивают. Вот как пример, очень такой наглядный, это Нижний Новгород. И особенно старая часть Нижнего Новгорода, если вы туда приедете, то увидите, что все внутриквартальные территории застроены. Но вызывает это положительные эмоции? Наверное, нет. Люди хотят ехать в собственные квартиры. Мне кажется, уже там вторично, где они смогут погулять, куда сходить. В крайнем случае, они могут выехать куда-то за пределы города. Совсем не так. И, кстати, если застраивается территория точно, то это жилье не дешевое. То есть вот если мы сейчас уже будем говорить о дешевизне жилья, то, как правило, это большие площади. Ну, к примеру, вот сейчас реализуется программа «Жилье для российской семьи». Какие параметры вводятся? Что земельный участок должен составлять такую территорию, чтобы на ней можно было построить минимум 20 тысяч квадратных метров жилья. Это очень много. То есть если взять среднюю квартиру в 50 квадратных метров, вот можете сейчас посчитать, какое количество должно быть построено. 10 тысяч строится по цене 35 тысяч за квадратный метр. И 10 тысяч отдается застройщику для того, чтобы он смог компенсировать свои расходы. Здесь тоже очень важно сказать, что вот посмотрите, какой запрос. То есть сейчас не только уже на квартиры запрос. Не только на собственное жилье. Ну, относительно дешевое. Но и чтобы инфраструктура вокруг была. То есть чтобы была детская площадка. Чтобы была что-то, какая-то площадка, где можно было позаниматься спортом. Тот же турник. Это парковок, чтобы было достаточное количество. Вот сейчас мы разговариваем уже с людьми. Говорят, а нам хочется, чтобы уже и не сорняк рос, да, и не лебеда. А чтобы уже там трава, которая, ну, хотя бы там походила на английский газон. То есть вот уже запрос на это идет. То есть чтобы рядом с домом можно было еще спокойно выйти с детьми, прогуляться. Чтобы ты приходил во двор и понимал, что ты живешь не в своей квартире. В отдельной. Вот ты туда зашел, как это в ракушку забился. Да, туда вот. И там сидишь. А чтобы и вокруг среда еще отвечала. Но запрос на это есть. Тем более, что люди сейчас стали ездить по стране. Выезжают за пределы России. И видят, как развиваются города современные. Ну, понятно, что с северными территориями вопрос пока открытый. Да, и когда мы придем к окончательному решению, сегодня сказать никто не может. А строить внутри города места не хватает. И мало того, что построить дом, да, надо вокруг него создать инфраструктуру. А это на точечное место уже этого не может позволить. А что же делать-то? Какие территории у нас есть, которые мы можем застроить в соответствии с нормами, с сегодняшними требовательными запросами нашего общества? Ну, смотрите, ну, во-первых, я сказал, что на перспективу нам нужно работать с новыми территориями. Но на сегодняшний день, в принципе, если говорить о застройке микрорайонов 20-го, 21-го, 22-го, вот частично 15-го микрорайонов, то есть завершение там строительства, у нас достаточное количество земельных участков еще на перспективу до 20-го года, которые позволяют застройщикам, которые уже запроектировали дома, которые уже ведут строительство, по 50 тысяч квадратов жилья в год строить, то есть до 20-го года. То есть у нас достаточное время для того, чтобы решить вопрос с северными территориями и за этот период времени соответственные аукционы разместить. Вот здесь нужно сделать важное уточнение, что в соответствии с земельным кодексом предоставление земельных участков под застройку коммерческого жилья предоставляется только на аукционах. То есть мы играем только на бизнесменов, но если говорить о социальной составляющей, почему бы не выделить определенные территории на бесплатной основе, чтобы можно было построить дешевое социальное жилье, которое потом будет легко покупать людям? Такие случаи тоже определены, но там говорится не о продаже. Ну, к примеру, вот в Сарове мы все знаем, что большое количество у нас военнослужащих. И могу сказать по своему опыту, что в 2005 году самая острая ситуация с жильем была по военнослужащим. Ну, потому что они, с одной стороны, федерального подчинения, и вроде бы как муниципалитет, это не его задача, да, решать вопрос с предоставлением жилья для такой категории. И, естественно, муниципалитет не потянет один этот вопрос. Почему? Просто отрезать кусок земли и что-то тянуть? Нет, нет, нет. А для того, чтобы отрезать кусок земли, надо, чтобы дивизия, командование пришли с этим вопросом и сказали, мы готовы строить это жилье. Вот такую дискуссию мы с ними стали вести. Сказали, что смотрите, если вы будете ориентироваться только на городские общежития, вы никогда свою жилищную проблему не решите. Но на федеральном уровне как раз очень хорошо в то время появилась программа для военнослужащих. Вот наша дивизия в эту программу попала. То есть от нас, нам пришла заявка от командования округа на выделение земельных участков под застройку. И вот этот случай, как раз, когда обращается учреждение государственное, а в данном случае дивизия – это государственное учреждение, если они обращаются с таким заявлением, то мы имеем право выделить земельный участок бесплатно. А они есть, чтобы их выделить? Вот на тот момент в 20-м микрорайоне мы такой земельный участок выделили. То есть это улица Лесная. И могу сказать, что на сегодняшний день в совокупном объеме это 45 тысяч квадратных метров. Это готово или то, что готово предоставить? Это уже и построенное жилье, и то, которое будет строиться еще. Ну то есть это земельные участки, предоставленные под застройку такого жилья. Но мы все знаем, что на улице Лесной уже даже жители говорят, что там есть часть домов, которые называют дома военных. Вот поэтому вот за этот период времени 7 домов уже было реализовано. То есть там у них есть еще какой-то задел? И есть еще задел. То есть мы вот сейчас ожидаем, что еще будет стройка продолжена. И кроме этого, исходя из вот такого большого объема, нам удалось договориться с командованием дивизии и с командованием округа о том, что кроме домов будет построен еще детский сад на 240 мест. То есть фактически закроют потребности этого микрорайона по местам в детских садах. Но это жилье, оно не продается? Оно не продается, оно предоставляется очередникам. То есть вот если такая заявка поступает от государственного учреждения, то мы имеем право такую землю выделить. То есть сейчас открытие мы сделали, получается, что бесплатная земля в Сарове есть, и достаточно тогда вас дойти, грубо говоря, ногами любому государственному учреждению? Кто-то имеет на это право и у кого есть выделенные средства для реализации этой программы. То есть у учреждений государственных такое право есть, а у государственных предприятий, например, его нет? У государственных предприятий нет, потому что государственные предприятия, как и муниципальные предприятия, это коммерческие организации. Коммерческие организации должны все покупать? Да, но смотрите, если уж мы говорим про город Саров, то наибольшее обращение, наибольшие заявки, конечно, для строительства жилья идут от градообразующего предприятия, которые имеют статус в ГУПа. Ну или сейчас федеральная ядерная организация. Но это коммерческая организация. И поэтому исключение в земельном кодексе для такого коммерческого предприятия, такой коммерческой организации не делается. Тоже есть путь, есть выход. То есть, к примеру, в законе о статусе федеральной ядерной организации можно прописать, что земельные участки для решения социальных вопросов, то есть для предоставления в очередь, для строительства общежитий, таким предприятием может быть являться основанием для выделения таких земельных участков бесплатно. То есть, если это будет прописано, мы, конечно же, это будем делать. То есть, это будет соответствовать закону. Почему это было прописано? Нужна соответствующая инициатива в такие документы. Есть еще один путь по решению таких задач. То есть, это соответствующий указ президента. То есть, в указе президента тоже может быть оговорено, какому коммерческому предприятию, выполняющему, ну, к примеру, гособоронзаказ, может земля предоставляться бесплатно. Но есть еще же, насколько мы знаем все, еще один субъект, который может получить землю бесплатно и построить на ней бесплатное жилье. Это муниципалитет. Да. То есть, это так называемые социальные дома, которые предоставляются. Конечно. Ну, то есть, муниципалитет это и делает. И могу сказать, что за 10 лет мы решили очень много вопросов с нашими очередниками, именно строя социальное жилье. Очередники из муниципального сектора? То есть, это люди работают... Нет. Очередники – это люди, которые стоят... Это жители города. Это и сотрудники градообразующего предприятия, это и сотрудники муниципальной сферы, это и врачи, и учителя. Мы построили 7 секций социального жилого дома. Это 214 квартир, которые получили очередники по очереди, то есть, в порядке поступления, то есть, как это им полагалось. Не хочется говорить о тех, кто получил. Прекрасно, они получили, они живут нормально. Хочется понять, сколько же осталось. Сколько у нас сейчас очередников, которые... Чередников сейчас на уровне полутора тысяч. Сейчас, в данный момент, это количество почти в три раза меньше, чем это было 10 лет назад. То есть, и здесь надо учитывать не только строительство социального жилья, но и все программы, которые реализуются. Ну, к примеру, за счет средств бюджета мы выделяем субсидии на приобретение жилья. Но ведь они поднимают цены на жилье. То есть, вот этот автомат... Нет, они помогают очередникам решать свои задачи. Потому что, ну, вот это вот моя оценка, заблуждение, что выплаты, которые предоставляются, ипотека, которую предоставляют банки, что они поднимают стоимость квадратного метра жилья. Нет, стоимость квадратного метра жилья таково, сколько за него готовы платить на данной территории. Ну, то есть, получается, что в условиях современного, земельного законодательства в НЕФ за все это время, он так и не смог получить никаких земельных участков, никаким образом не решать вопросы на жилищные для своих сотрудников? Вот мы сейчас говорили про земельные участки, которые свободны, да? То есть, которые не застроены и которые не закреплены ни за кем. То есть, сейчас вот до этого мы говорили только о таких случаях. Есть другие случаи, когда у организации, у предприятия есть недвижимость, там какой-то недостроенный объект, закрепленная территория за данной организацией, которую в соответствии с правильным землепользованием и застройкой, то есть, проведя соответствующие процедуры, они имеют право изменить целевое назначение. И если говорить про Российский Федеральный Ядерный Центр, когда мы совместно пытались найти выход из этого законодательного ограничения, мы увидели, что достаточное количество земельных участков, участков закрепленных за градообразующим предприятием есть. Можно же пример? Конечно. Один из наглядных примеров – это Музруково-37, очень заметный дом на пересечении Советской и Музруково. Но там какое-то долгое время был какой-то недостроенный. Вот этот земельный участок вообще предоставлялся предприятию для строительства, ну, как бы сейчас сказали, физкультурно-оздоровительного комплекса, ну, то есть, спортивного комплекса. И длительное время там уже даже были сделаны фундаменты для такого спортивного объекта. Стало не до спорта, да? Трудное время. Да, поэтому со стороны руководства предприятия было принято решение о том, чтобы изменить целевое назначение данного участка. Мы посмотрели, в соответствии с земельным законодательством, такое изменение можно было провести. И вот сейчас на этом участке 15 тысяч квадратных метров жилья было построено. А насколько давно по времени вот это реализовывалось? Это решение принималось, ну, в период с 2005 по 2007 год. То есть, это решение было принято вот в этот период времени. А с тех пор что-то происходило, то есть, есть еще такие территории, которые можно вот освоить и построить что-то в НИЭФ? Ну, и более того, я могу сказать, что по ВНИЭФ, ну, на тот момент вы знаете, да, со стороны предприятия было принято решение, что оператором жилищного строительства выступает фонд «Доступное жилье», и, собственно, у фонда «Доступное жилье» тоже были свои подрядчики, то есть строительные организации, и, собственно, жилья по программе фонда было построено достаточно, потому что они находили организации, которые передавали им права аренды на земельные участки, вот так было в 15 микрорайоне, то есть несколько жилых домов было построено там, в 16 микрорайоне, вот если вот так визуализировать, это магазин «Магнит» на Московской и «Высотка», чуть-чуть в глубине. По вопросу о «Бесплатной земле» это бесплатно передавалось? Ну, вот смотрите, я не могу судить о том, как объекты передавались фонду «Доступное жилье» внутри, то есть они же получали их от коммерческих организаций, но земельный участок фонду «Доступное жилье» выделялся бесплатно. Просто я возвращаюсь к теме о бесплатном, бесплатных участках, и вот сейчас у ВНЕФ есть возможность какие-то свои территории перевести под жилое строительство? Вот здесь, смотрите, здесь надо смотреть на ограничения, которые есть в наших документах территориального планирования. То есть если в соответствии с правилами землепользования и застройки основной и условно разрешенный вид строительства допускает строительство жилья, они могут это сделать. Тема «Бесплатной земли под строительство» настолько объемна, что мы не помещаемся в одну передачу, поэтому сегодня мы с вами попрощаемся, но обязательно продолжим наш разговор. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.